Слава Украине, привет всем от Полонского. Путин побоялся лететь в Иран на похороны иранского президента, так сказать, Раиси. Или Раиси? Раиси. Все-таки так будет, правильно? Вот, так он побоялся туда ехать, но надо же отправить делегацию, так сказать, из России, потому что некрасиво как-то. Понятно, Путин трус боится. Значит, двойника или тройника не отправили, видимо, занятые там поездками по стране, такое прочее. Решили направить, чтобы вы понимали, ну это как-то смешка, Володина, да. Володина отправили туда, значит, он ездит, поехал туда, ручкается с иранцами. Ну, да только же не учли, вот, как бы это сказать, чтобы остаться в формате Ютуба. Они не учли той стороны, куда повернут Володин, да. Да, ведь в Иране с его законами, клирикальными такими вот, да, с такими людьми, как Володин, поступают очень жестко, к большому сожалению. Я не одобряю это ни в коем случае. Извините, но там, это варварская страна, в том состоянии, в котором она сегодня есть, этот Иран, и там таких, как Володин, просто-напросто вешают. Ну, такие у них законы, законы из Средневековья, и там так поступают. И они вообще предупредили вот этих иранцев, с которыми там ручкается Володин, а он там, я так понимаю, ручкался чуть не совсем руководством, о его, так сказать, направлении движения. Куда он движется, да? Никто не сказал. Ну, еще один такой момент, значит, вот представляете, чтобы с Володиным было, живи он там в Иране. И вот еще один такой момент, да, действительно, я как-то не упомянул, если уже послали Володина, то надо было укомплектовать делегацию также Басковым, например, Киркоровым и обязательно Антоном Красовским. И тогда у них бы был такой, знаете, ну, вообще красивый такой, да, такая делегация была бы замечательная, иранцам бы наверняка понравилось. Особенно после того, как им бы рассказали ху из ху.